В сознании современного человека самое дорогое — это жизнь. Самое главное в жизни — это достижение благополучия. Ничто другое не соизмеримо с этими ценностями. Почему же тогда предшествовавшее поколение, поколение ветеранов, считал Ильич? Почему считали, что главной ценностью является не их личная жизнь, а спасение народа? Неблагополучие, а готовность идти до конца в своей борьбе с врагом, подвергая себя смертельной опасности. И ведь сколько людей не вернулось с поля брани, сколько пропало без вести, в том числе и жителей Щелковского района, сколько людей вернулось с инвалидами, лишенными возможности жить, работать, трудиться, иметь семью. Ради чего были все эти жертвы? С точки зрения современной жизненной психологии, эти поступки необъяснимы. Но именно эти поступки и та мотивация, которая двигала нашими воинами, дружинниками тыла, ныне здравствующими ветеранами, привели к спасению страны. А какой вывод из всего этого? А вывод следующий, что если господствует будет та система ложных ценностей, которая сегодня всячески насаждается, в том числе и в сознании нашей молодежи, что главное это жизнь, главное это удовольствие, главное это благополучие, главное это деньги, главное это успех, то разве при такой системе нравственной ориентации человек способен будет все это оставить, забыть и отдать жизнь свою дороге? Не получится. Вот почему сила нации определяется не только ВВП страны и не только уровнем бюджета. Сила нации определяется силой духа. Если будет сильным дух, таким каким он был у ветеранов, и остается у того самого поколения, которое защитило Родину, то сильным будет и наше Отечество.